Добрый день, дорогие друзья! Сегодня продолжим с вами беседу на библейском портале Экзегет. И сегодня постараемся поразмышлять на таким вопросам, которые нередко задают люди, так или иначе блуждающие вне спасительной ограды православной церкви, но их доводы так и иначе слышны православным христианам, и доводы кажутся весьма убедительными. А зачем вообще нужны священники? Зачем вообще нужно священство, как некая отдельная каста? Разве Господь не всех любит? Ведь в Священном Писании ясно сказано, что Бог есть любовь, и Он знает прежде нашего прошения все наши просьбы, и что раз Бог есть Дух, и поклоняться Ему можно в Духе истине, то значит в Духе истине Ему могут поклоняться все. Зачем нужна как бы отдельная некая каста? Зачем просить батюшку помолиться, когда помолиться может любой человек? И в общем-то любой человек может быть как бы священником в очах Божьих. Так чаще всего рассуждают представители многочисленных протестантских деноминаций. Те самые, кого мы неоднократно в наших здесь беседах называем нашими уважаемыми друзьями и братьями. Братьями по единству природы, потому что мы все чадо Адама и Евы. И нашими друзьями почему? Потому что мы, православные христиане, не относимся с ненавистью к протестантским нашим друзьям. А мы желаем им спасения, желаем им обрести истину и войти в спасительную ограду Матери Церкви. В Священном Писании Ветхого Завета, в книге «Числ», в 16 главе, мы читаем очень интересное место. «Карей, сын Ицкара, сын Каафов, сын Левин, Идафан, Иаверон, сыны Илиава, Иавиан, сын Фалиафа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея. И с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. «И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им, полно вам все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» То есть, смотрите, те же самые аргументы, которые в разных вариациях можно слышать сейчас из уст протестантов, что всеобщее священство, или что все дети Божии, что все святы, и так далее. «Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говорю, завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кодильницы, и завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение пред Господом. Кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левины». Послушались восставшие на святого пророка Моисея, и чем это закончилось, мы хорошо знаем, что когда они взяли свои кодильницы, положили в них огня, всыпали в них курение, стали приходить в скинье и собрание, и так же стали Моисей и Арон. «И сказал Господь Моисею и Арону». Обратите внимание, Господь, который вывел их из земли египетской, через пророка Моисея, который призвал народ израильский, через пророка Моисея вывел их из египетского плена, «Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». И они пали на лица свои и сказали, «Боже, Боже, Духовь всякой плоти!» Один человек согрешил, а ты гниваешься на все общество. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, а за ним пошли старейшины Израилевы и сказали обществу, «Отойдите от шатров нечестивых людей сих и не прикасайтесь к ним, ни к чему, что принадлежит им, дабы не погибнуть во мести во всех грехах их». И отошли не со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров с женами своими, сыновьями своими и малыми детьми своими. И сказал Моисей, я специально зачитываю вам, дорогие друзья, именно так, как написано в первоисточнике, «Сказал Моисей, из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю это. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, и земля развернет усталство и поглотит их, и дома их, и шатры их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и развергла земля усталство, и поглотила их, и дома их, и всех людей кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля. И погибли они из среды общества, и все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Вот смотрите, дорогие друзья, я сейчас вам зачитал из ветхозаветной книги чисел, «Как наказал Господь самочинных, дерзнувших, державших на такое самовольное священство». Конечно, дорогие друзья, ветхозавет — это время, когда был лишь тень будущих благ, а не сам образ вещей, как говорил святой апостол Павел в послании к евреям. Когда было время, когда Господь иногда так жестко и так вот явно наказывал беззакония. Мы сейчас живем, имеем счастье жить в новозаветную эпоху. Господь очень милостив. Конечно, вот таких примеров сейчас мы не наблюдаем. И слава Господу за его милость и долготерпение к нам. Но этот пример из Священного Писания очень показательный. Отношение к самочинному такому вот горделивому, горделивой претензии на священство, на пророчество, на какие-то благодатные дары. Еще предлагаю вашему вниманию из миссионерских писем святителя Николая Сербского вот его ответ одному человеку, который столкнулся тоже с такой же проблемой, как к нему подошли протестантствующие и тоже говорили примерно те же слова. Письмо 148-ое одному попечителю о священстве. «Ты услышал, как еретики говорят, все христиане являются священниками, поэтому особые священники нам не нужны, ибо каждый крещеный в крещении получил священническое достоинство. Следовательно, каждый христианин или христианка могут совершать священнические действия, которые сейчас совершают только рукоположенные священники». Пишет святитель Николай адресату своего письма. «Знай, что это великое заблуждение». В таком случае можно было бы сказать, что все христиане – апостолы, но мы знаем, что Господь наш избрал в апостола особых людей. Апостолы, в свою очередь, рукополагали сначала диаконов, потом священников, епископов или патриархов. Об этом ясно написано в книге «Деяния апостольских». Смотри книгу «Деяния», 6 глава, 6 стих, 14 глава, 23 стих. И в посланиях святого апостола Павла, в первую очередь, первое послание к Тимофею, 3 глава, 4 стих, 14 глава, 5 стих, послание к Титу, 1 глава, 5 стих. И святой апостол Иаков утверждает, что старейшинам церковным, присвятелям церкви, да на власть совершать священное действие. Прочти слова его послания, из послания святого апостола Иакова. «Болен ли кто в вас? Пусть призовет присвятера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Послание Иакова, 5 глава, 14 стих. Как видишь, такое распоряжение церкви было дано еще святыми апостолами, дабы присвятели, имеющие власть от Духа Святого, совершали таинство Божие и руководили народом крещеным и вели его ко спасению. Слава Богу, что это так. Ибо если бы промыслом Божиим не было так установлено, то каждый мог бы называться священником, и раскол христианства наступил бы в самом начале. Наступил бы раскол и в вере, и в церковном порядке. Разве корабль церковный преодолел бы эти расколы всех минувших 19 веков? А сейчас, можно сказать, уже 20 веков. И по закону Ветхого Завета священником мог быть не каждый, а лишь тот, кто был поставлен и посвящен. И в те времена появлялись бунтовщики, которые беззаконно присваивали себе власть совершать священнические обязанности. Так мы читали о Корее, да Фане, о Вероне, которые восстали на Моисея и Аарона и восклицали. Вот то, что я только что вам зачитал, дорогие друзья, из книги «Счист». «Все святы и среди них Господь, почему же вы ставите себя выше народа Божьего?» «Но разгневался на них Господь и жестоко наказал их, разверзла земля уста свои, поглотила их и дома их, и сошли они живыми в преисподнюю, покрыла их земля». Книга Числов, 16 глава, 32-33 стих. «Итак мы видим, что оба завета говорят об одном. Нет воли Божьей на то, чтобы все верующие были священниками. Но есть одно достоинство выше священнического, которое доступно всем верным. И если они захотят его стяжать». Здесь очень мудро святитель Николай Сербский говорит эту святоэтическую мысль, апостольскую и святоэтическую. То есть есть одно достоинство, доступное всем, всем верующим в Бога, людям любого пола, любого возраста, любой национальности. Что это? Это святость. Апостолы называют святыми всех настоящих христиан. Имена святых заносятся в календарь и в книгу вечной жизни. Многим и многим христианам, ремесленникам отсутствие земного священнического достоинства не помешало войти в списки святых Божьих. А некоторым священникам, еретикам и расконникам и священнический сан не помог спастись от вечной погибели. Вот, пожалуй, видите, главная такая мысль, резюме письма святителя Николая, что главное – это святость, и она доступна действительно всем. Стремись к святости, очищай свою душу от страстей, очищай свое сердце, стремись к святости, и это с Божьей помощью, опять-таки, при твоем личном желании и усердии, и старании, с Божьей помощью, возможно, каждому человеку. А священство – это особое служение, это крест, которому призывает Господь тех, кого он считает нужным. И, собственно, этот крест, дорогие друзья, не думаю, что большой секрет будет то, что я сейчас скажу, это крест огромной ответственности, потому что Господь в Евангелии говорит, кому много дано, с того много и взыщется. То есть, строже будет спрошено со священников, которые Господь призвал, наделил их этим даром, но он строже с них спросит. Поэтому хотелось бы ответить, если среди нашей зрительской аудитории будут наши уважаемые друзья-протестанты, которые так думают, что все, все не могут быть священниками. Вы даже не представляете, какая это огромная ответственность и как придется строго отвечать. Если бы вы это представляли, вы бы не дерзали говорить, все священники. Заканчивает свое письмо святитель Николай словами «Мир тебе и здравие от Господа». Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.